Это неделя для многих любителей музыки Расскажи, как в воскресенье прошла церемония открытия Это было такое узкое мероприятие для своих, для посвященных А для всего честного народа праздник Европесни начнется именно сегодня? Нет, это было масштабное мероприятие, куда допускали публику и фанатов Единственное, что здесь беспрецедентные меры безопасности Нужно было пройти очень много кордонов через рамки, тотальный досмотр Мы это делаем на протяжении уже нескольких дней И немножко подустали от того, что постоянно нужно обходить какие-то огромные территории Потому что все огорожено и постоянно нужно показывать буквально все, что ты несешь с собой И безопасность, безопасность, еще раз безопасность А так публики было местной очень много И эта красная ковровая дорожка, у нее есть особенность Это одна из самых длинных красных ковровых дорожек в истории Евровидения Я вам скажу, что артисты шли час по ней То есть от начала до конца занимало времени дойти час И за этот час они успевали пообщаться с десятками телекомпаний Ну вот сейчас мы видим кадры, это буквально не дорожка даже А можно сказать красное поле, по которому можно идти и идти действительно Ну а нередко писалось о том, что организаторы конкурса испытывают некоторые трудности Удалось ли их решить и все ли гладко там проходило? Лена, у меня еще недостаточно вооруженный глаз, чтобы ответить на этот вопрос Мне достаточно сложно, Евровидение у меня только первое Но ты чувствуешь какие-то косяки, так скажем, организаторов? Или на твой непросвещенный, невооруженный глаз все хорошо? Ну скажем так, вчера на генеральной репетиции были некоторые технические помарки Которые, я надеюсь, будут сглажены и сегодня все проведется хорошо Ну вот твой коллега из Рингвады, Марко Рейкоп, записал так называемый запрещенный сюжет, да? Когда было запрещено находиться на генеральной репетиции Тебе удалось какой-нибудь эксклюзив добыть? Я решил не рисковать Представляете, у Марка Рейкопа это уже 20-й Да, а он первый раз вдруг выгонит Какой у него опыт и какой у меня Вдруг меня в следующий раз не пустят Поэтому я решил, что так я баловаться не буду, как Марка Ну, судя по фотографиям и по твоим репортажам из Киева У тебя достаточно насыщенно проходило время в Киеве Расскажи о своих впечатлениях Ну да, конечно, мы старались использовать наше время здесь по максимуму Киев нас встретил хорошей погодой Было плюс 30 Но сейчас ситуация изменилась Сейчас небо затянуто тучами и идет дождь И буквально, да, с корабля на бал Сначала я познакомился с такими мэтрами журналистки Как тележурналистики, как Матвей Гонопольский и Евгений Киселев Попал к ним в программу, достаточно случайно А потом записал с Матвейом Гонопольским интервью Но это не касаясь Евровидения, это произошло в Кроме Давай вернемся к Евровидению Расскажи, как там встречают представители Эстонии Кой, Томе и Лаура Они уже имеют опыт выступления на конкурсе Европесни Чувствуют себя, наверное, как рыба в воде А насколько велик интерес к ним со стороны специалистов и фанатов Евровидения? Ну, слышать нестроенный хор фанатов, которые напевают «Диалост Мберона» Это дорогого стоит Кой-то узнает очень активно Там фотографируется, делает селфи Я вам даже скажу, что даже ЭТВ Плюс узнает Был удивительный момент, когда подошел фанат из Казахстана И сказал «Вы ЭТВ Плюс, и очень здорово, что вы сделали Эйсти Лауль с комментариями на русском языке Мы можем наконец-то посмотреть и сделать для себя выводы, вынести что-то» Вот так вот, как интересно Но действительно, Эйсти Лауль можно посмотреть сегодня с комментариями Кроме того, можно будет смотреть на сайте Правда, только на территории Эстонии Так что можно включать не только свои телевизоры, но еще и сайт ЭТВ Плюс Да, действительно, трансляция будет начинаться сегодня в 22.00 И Александр Хоботов, который был сейчас с нами на прямой связи, будет комментировать это Смотрите «Евровидение» Ну, сегодня, наверное, можно смотреть со спокойной душой Но компанию ему составит еще Юлия Календу А вот, что называется, болеть всей душой будем за наших уже 11 мая И если повезет, 13-го Если повезет, как говорят букмекерские конторы Шансы на проход в финал у Които Тома и Лауры достаточно большие Будем надеяться Ну, а мы через несколько минут встретим в этой студии представителя Таллинского общества Ветеранов, участников Второй мировой войны И поговорим о сегодняшнем дне, о 9 мая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова